Сейчас основная задача следственной группы – выяснить причины, попудившие Макса Токариева, совершить все эти чудовищные преступления. Полицейские задержали почти всех родственников террориста. Сейчас их допрашивают в местном ДВД. О самом смертнике ходят самые противоречивые слухи. Точную информацию пока не разглашают в интересах следствия. Его родной аул Каэнды расположен в 90 километрах от областного центра Жамбылской области. Первая учительница Кореева, Кульцарат Артбаева, пребывает в шоке с тех пор, как узнала от соседей, какое зверство совершил её бывший ученик. «Когда узнаешь о том, что твой ученик совершил такое жуткое преступление, очень больно на душе. Я до сих пор не могу в это поверить. У него ведь была интеллигентная семья. Его мама в нашей школе работала учителем французского языка». В происходящее с трудом верят и родственники Кореева. О своём дяде Айзада отзывается, как о добром человеке. Говорит, Максат был глубоко верующим и читал намаз. Информация о том, что он оказался террористом, повергла в шок всю родню. «Мы дядю последний раз видели в сентябре. Он к нам с женой в гости приезжал. А в воскресенье с бабушкой смотрели новости по телевизору. Там про события в Таразе рассказывали, а потом назвали фамилию моего дяди и сказали, что всё это он совершил. Бабушка тут же уехала в Тараз поддержать свою сестру, мать Максата. Ведь для нас это тоже полная неожиданность и трагедия». Сейчас почти все родственники Максата Кореева задержаны и дают показания. Как поясняют в ДВД, Кореев действительно был приверженцем религиозного течения джихадизм. Он в совершенстве владел огнестрельным оружием, а в минувшую субботу, совершая зверские убийства, полностью отдавал себе отчёт. «Кореев имел неуравновешенный характер, в разговорной речи часто употреблял нецензурные выражения. Отмечается его жестокость, неупорядоченность принятия решений, наклонность уголовного преступника. Совершённые им безмотивные убийства простых граждан наряду с сотрудниками правоохранительных органов подтверждают указанные черты характера». В последнее время Максат Кореев работал в мебельном цехе, жил в Таразе вместе с матерью и женой. Сейчас следственная группа устанавливает круг общения террориста и выясняет, были ли у него сообщники.